Глава Твери Алексей Огоньков провел выездное заседание проектного комитета. Вместе с руководителями структурных подразделений администрации города глава посетил все ключевые строительные объекты, реализация которых сейчас проходит в городе. Выездное заседание комитета началось на строительной площадке на улице Планерной, где возводят двухэтажный детский сад на 150 мест. Это две ясельные и шесть дошкольных групп. Наталья Владимировна, какие вопросы здесь у вас? Сейчас по устройству площадок самое главное, чтобы они были правильно уложены. Здесь же на объекте прошла встреча с представителями подрядчика. Участники обсудили ход работ и сроки их завершения. Детский сад по подобному проекту строится в Твери впервые, но до этого был успешно опробован в нашей области. А это уже другой объект – пешеходный мост через реку Тьмаку. Строительство идет по графику. Бетонные работы завершены, металлические конструкции собраны и проведена их антикоррозийная обработка. На опорные части монтируем, там монтажные гнезда и анкерные соединения. Ориентировочно до 30-го числа мы опустимся в проектное положение. Там будет состав подливочный, где-то он будет вставать. В это время мы займемся, сейчас несъемную палубку монтируем и затем начнем армирование плиты в прохожей части. Ну и до 15-го числа плиту мы запетонируем. Проектом также предусмотрено благоустройство набережной Тьмаки в районе стадиона «Химик» с устройством пешеходных дорожек. Надо согласовать понимание, как будут благоустроенные дорожки уже непосредственно на склонах к Маке, непосредственно с объектом. Здесь все понятно, сроки ясны. Основные строительные монтажные работы в рамках моста практически выполнены на 80%. И еще один объект благоустройства, где сейчас идут активные работы, расположен в микрорайоне Южный. На этом месте будет сквер с фонтаном. Сейчас на улице Можайского закончена подсыпка основания под детские и спортивные площадки, а также тротуарную плитку. Выполнено полностью бетонирование технического помещения. В настоящее время также ведется работа по устройству арматурного каркаса чаши фонтана. Последним пунктом выездного заседания проектного комитета стали очистные сооружения. Сейчас их реконструируют по нацпроекту «Экология». Идут работы на вторичных отстойниках и насосной станции. Проект рассчитан на три года. Постоянно увеличиваются требования к качеству сброса, ужесточаются нормативы. И это просто обязывает нас проводить работу по реконструкции данных сооружений. Работы ведутся без остановок технологического процесса. Поэтому на протяжении всего срока реконструкции очистные сооружения будут сохранять необходимую для города мощность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...